Я сегодня получил письмо от одного из своих, видимо, подписчиков или случайных зрителей. Его возмущает поведение одного английского журналиста. Ну, это, в общем-то, не журналист. Журналист он, конечно, только в кавычках. Известная личность – это Грэм Филлипс, штатный сотрудник Russia Today и канала «Звезда». Только вот этим одним можно уже закончить все его характеристики. Понятное дело, что нормальный журналист никогда бы не работал на подобном пропагандистском канале. Ну, вот где-то откопали они этого англоговорящего человека, никому, конечно, неизвестного. Стал он популярен или замелькал, скажем так, после истории на Майдане в 2013-2014 году. И затем он оповещал, конечно же, именно в нужном ключе кремлевской пропаганды конфликт на Донбассе в Украине. Человек с очень плохой репутацией не только в России, он известен, кстати, и в Германии. В 2016 году он со своим коллегой Биллом Сиксом, они ворвались в помещение редакции берлинского издания «Корректив» и требовали встречи с журналистом Маркусом Бенсманом. Это тот самый журналист, который занимался расследованием катастрофы MH17. И орали они там в редакции «Лживая немецкая пресса», «Почему вы всем лжете». Вот вели себя точно под копирку, как Ольга Скобеева. Если вы помните, я делал ролик, как она нападала на немецкого журналиста, занимающегося российской допинговой системой. Вот то же самое поведение. Они вели себя развязанно до тех пор, пока сотрудники редакции не вызвали полицию, тогда они тут же исчезли. Это такие бандиты, ведущие себя соответственно. Ну и, конечно, люди с темной душой, где они могут найти прибежище или раскрытие своих талантов в кавычках. Конечно, на стороне зла. Поэтому удивляться тому, что показывает этот человек, собственно говоря, уже давным-давно не нужно. Но того, кто мне написал, возмутило то, что, судя по всему, он сам житель Мюнхена, так как понятно из контекста, что он разбирается, о чем пишет. И то, что он был одним из первых зрителей, оставил подробный комментарий, но комментарий был удален. Сначала мы посмотрим, что говорит о немецком метро, конкретно, как он говорит о метро в Мюнхене, этот пропагандон. Это не красиво. Мы все знаем, метро в Москве, Питер, это Мюнхен. Смотрю на херня вообще. Это не красиво. Я люблю метро в Москву, люблю красота. Это вам, ребята, это не красоты. Птицы. Вообще фигня. Так что? Какой-то интересный момент. Германия вроде как там богатые, строя на Европейском союзе. Смотри на метро, глянь. Где красота? Метро в Москве, это галерия, это музей, это красота. А тут и нет. Вообще херня. Вообще херня. Так что, ребята, это доброе поздравление. Великолепно в метро в Мюнхене. Не красиво. Не красиво. И все. Я за Москва и Питерский метро. Это лучше. Ну а теперь удаленный комментарий. Это, скорее всего, линия С-Бан где-то между Пазингом и Остбанхофом. Ремонт начали где-то в августе, и он до сих пор идет. Обратите внимание на строительные заборы и белую ленту для выравнивания стыков на некоторых стенах. В определенные дни эти станции вообще закрыты. Выдавать это за повседневную действительность никак не иная точка зрения, а оголтелая пропаганда. Лично снимал видео в Мюнхене, в том числе и в метро, не один раз. Никто не запрещал. При регулярных поездках видел работников в станции всего два раза. Обычно они сидят в офисе и мониторят обстановку по камерам. Почему запрещали что-то Грехаму? Зная его натуру, предполагаю, что до начала съемок он пытался залезть за забор, чтобы набрать там мусора, который на видео я так и не заметил. Так же, как и толпы иммигрантов и нищеты. Если хотите, посмотрите полностью этот ролик. Там как раз все вот в этом духе, как описывает этот человек. Повторяю, комментарий этот был удален. Ну, а сейчас в моем видео, я надеюсь, что этот комментарий услышат многие тысячи других людей, кто, понятное дело, не подкупается на вот эту примитивную точку зрения Филлипса. Потому что понятно, что никакой другой цели, как только очернить каким-то образом Запад, Германию, другие страны, у него больше никаких целей нет. Пока мы будем разговаривать, все время будут идти обыкновенные кадры немецкого метро различных городов. Вот Берлина, Мюнхена и прочее. Смотрите сами. Да, наверное, это не слишком помпезно, я согласен. Ну и слава богу, относительно чисто. Самое главное, чтобы вас надежно и быстро доставили к месту, а не для того, чтобы вас там удивляли под землей. Я лично так считаю. Вообще, вы обращали внимание, что русские, неважно с чем это связано, с метро или с театром, либо с какими-то парадами, представлениями, всегда хотят создать о себе какое-то особое мнение. Особенно, если это касается гостей, иностранцев. Создают такую очень красивую обертку, а дальше за этой оберткой какая-то несъедобная какашка. Здесь все наоборот. Никто не собирается никого удивлять или вгонять в ступор. Здесь просто есть обыкновенная транспортная система, которая выполняет свои функции, и самое главное, что она их выполняет хорошо. Вот это то, что от нее требуется. Вообще, Европа, она просто стильнее. Это стиль, это не обязательно рюшки, золото, вычурность. Это как раз-таки простота, простота линий, простота подачи, в том числе цветовой и прочей. Лично я считаю, и мне самому это больше импонирует. Я не хотел бы ездить в метро, где вокруг все обложено малахитом, я не знаю, особыми сортами гранита и так далее. К чему все это, я лично это не понимаю. Кстати, еще один чудик, специально не буду называть его имя, тоже известный блогер, многие его знают в Израиле. Недавно сказал, что он стоял на распутье перед тем, как уехать в Израиль. У него была возможность попасть в Германию. Приехал в Германию, посмотрел и решил все-таки в сторону Израиля. Я очень рад, что такие люди уезжают, что не поселился он здесь. А причина, по которой он здесь не поселился, оказалась, вот угадайте, ни за что не угадайте, за то, что страна ему не понравилась, потому что его здесь заставляли сортировать мусор. А ему это не понравилось. Вот представьте себе, человек не хочет сортировать свой собственный, собственный мусор, то есть убирать за собой. Ну вот плохо, если его заставляют отделить бумагу от пластика, а стеклянную бутылку отнести в специальный контейнер. Напрягает это людей. Ему говорят, ну не живи как свинья, давай уже, ты цивилизованный человек, цивилизация идет дальше, кто-то еще захочет после тебя пожить в этом городе, а еще может быть на этой планете. Давай просто немножко поднапрягись и отдели бумажку от бутылки. Нет, человек этого делать не хочет. И он настаивает на том, что он хочет все в одну кучу, и чтобы мусорная свалка стояла у него прямо под окном. Вот у меня вопрос к жителям Израиля. Если есть такие, кто меня сейчас слушает, неужели в Израиле мусор не делят? В жизни не поверю. В такой цивилизованной стране, чтобы не требовали это от своих жителей, вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, этот блогер немножко приврал. Я хочу сказать, что европейские страны, они имеют преимущество совершенно в других вещах. Очень важно, если переселение в какую-то страну, вы обращаете внимание, как я уже говорил, на социальный пакет. Если вы обращаете внимание на качество образования, да, можете обратить внимание, например, на транспортную систему, или качество дорог, например, какая медицина, как работает правовая система, есть ли поддержка студентов, пенсионеров, инвалидов. Вот это гораздо важнее в стране, чем, например, качество метро. Да и знаете, вот сейчас говоря обо всем этом, наблюдая за картинками метро, сделанные обыкновенными людьми непропагандистами, ничего такого плохого я не заметил. Да и обращать особого внимания на Грэма Филлипса, конечно же, не надо. Пусть работает, время у него еще немного есть, потому что, когда режим этот закончится, будем надеяться, дорога в эту профессию ему будет закрыта раз и навсегда. Пока.